Вести Карачаева-Черкесия В школы Русского географического общества волонтёры помогут исследовать Тибердинский национальный парк. На базе общеобразовательных организаций в сельской местности до конца года откроют 26 новых точек роста. Итак, главным новостям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решение повысит в регионах доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры для 16 тысяч жителей в 14 населенных пунктах. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Важность этих мер всегда подчеркивает президент. По итогам 25-го Петербургского международного экономического форума он дал поручение о выделении дополнительных средств на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Подписано распоряжение, которое позволит повысить качество жизни в деревнях, сёлах и городских посёлках ещё в шести регионах. В Псковской, Ростовской, Рязанской и Самарской областях. В Карачаево-Черкесии и Якутии. Там будут построены или обновлены водопроводные сети, дома культуры, детские сады, школы и ряд других объектов. Приобретён необходимый транспорт. Такая работа будет продолжена и в других субъектах Российской Федерации. Чтобы людям, живущим в сельской местности, были доступны все необходимые услуги. Вице-премьер Карачаева-Черкесии Ирина Гербекова приняла участие в совещании по вопросам реализации нацпроекта здравоохранения в субъектах СКФО. Был проанализирован ход работы регионов по достижению показателей национального проекта здравоохранения, в том числе в части капремонта, строительства, приобретения модульных конструкций, закупок и поставок оборудования. Вице-премьер Карачаева-Черкесии рассказала, что до конца года планируется завершить ремонт поликлиники села Учкекен, Тибердинская участковая больница, строительство ФАПа в ауле Верхний Учкулан и врачебных амбулаторий в посёлке Октябрьском и Станицы Преградной. По её словам, в республике реализуются меры социальной поддержки медработников, в том числе при предоставлении земельных участков, ипотеки и мест детям медработников в детских садах и школах. Гербекова также подчеркнула, что доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию в Карачаево-Черкесии составила почти 40%. В рамках рабочего визита в Республику Татарстан министр Карачаево-Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков встретился с руководителями отраслевых ведомств региона. Стороны договорились о межрелигиозном и межнациональном сотрудничестве. В ходе посещения Казанского федерального университета министр также обсудил с директором Института международных отношений Арамилем Хайруддиновым перспективы развития сотрудничества. Кроме того, Кумуков пригласил руководство и преподавателей вуза на 9-й международный форум историков-кавказоведов «Народы Кавказа в 18-21 веках. История, политика, культура», который запланирован к проведению на предстоящую осень в городе Черкесске. Карачаево-Черкесия входит в топ-тройку среди российских регионов по реализации проекта социальной догазификации, поднявшись уже на вторую строчку в этом рейтинге. На сегодняшний день от жителей республики принято более 2,5 тысяч заявок на догазификацию. Для половины из них уже выполнены строительно-монтажные работы по доведению трубы до границ земельного участка. А в 500 домов газ уже проведен. После старта этой программы в Карачаево-Черкесии оперативно была проведена адресная инвентаризация домовладений, подлежащих до газификации. В итоговый план график вошло 79 населенных пунктов и 5 630 домов, которые подлежат газификации до конца текущего года. Комментирует исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии Рустам Аркенов. В этот рейтинг, как я уже сказал, входит 14 показателей, начиная от своевременного исполнения заявки. То есть человек, когда пришел, подал заявку, по нормативке в течение месяца с ним должны заключить договор. Если этот договор не заключен, это нарушение сроков со стороны не Газпрома, а регионального оператора газификации получается. Соответственно, рейтинг сразу падает. Буквально там несколько заявок, федеральный штаб это видит, рейтинг, соответственно, опускается. Обратная связь с гражданами, то есть в соцсетях периодически возникают вопросы. На эти вопросы нужно оперативно отвечать и, соответственно, на это тоже мониторится. В совокупности множество таких факторов, оно как раз сказывается на рейтинг. Невозможно там быть в топе рейтинга, исполнив там какие-то 2-3 вещи. Там их очень много показателей, они в режиме онлайн. Вот мы с коллегами, помимо там регионального штаба, еще такие рабочие группы создали по разным направлениям. В том числе там с коллегами, которые там приемом заявок занимаются, отработкой и так далее. Мы, соответственно, в этих микрогруппах решаем там точечные проблемы. В совокупности вот это взаимодействие нас, регионального оператора газификации, очень большую работу на местах проводят районы, у них тоже созданы рабочие группы. С 1 марта 2023 года будет действовать новый закон, регулирующий сферу обращения с побочными продуктами животноводства. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. В соответствии с новым законом побочные продукты животноводства, это вещества, образуемые при содержании животных, навоз, помет, подстилка, стоки, используемые в сельхозпроизводстве. При обращении с побочными продуктами животноводства запрещается загрязнение окружающей среды, почв, водных объектов и лесов. Побочные продукты животноводства не являются отходами, исключение, если во время проверки выявят нарушение требований к обращению с навозом и пометом, тогда их признают отходом. Хранение разрешено только на специализированных площадках. Передача побочных продуктов животноводства возможна исключительно юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам, осуществляющим производство сельхозпродукции. В целом можно отметить, что новый закон призван не только урегулировать сферу обращения с побочными продуктами животноводства, но и устранить противоречия в действующем законодательстве. Благодаря нацпроекту «Демография» по всей России сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В СКФО этим занимается Северокавказский институт филиал Ранггиз. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям. Об этом сообщил директор Северокавказского института филиала Ранггиз Азамат Тлисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы – это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. В Карачаево-Черкесии на базе общеобразовательных организаций в сельской местности до конца года откроют 26 новых точек роста. За три последних года в Карачаево-Черкесии открыто 87 точек роста, и к концу этого года их общее количество достигнет 113. Напомним, что точка роста – это специализированный центр на базе общеобразовательных школ, цель которых состоит в том, чтобы дать возможность детям из сельских местностей научиться работать с современными технологиями. С 1 сентября текущего года начнет действовать дачная амнистия 2.0. Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии моему коллеге Умару Тикееву рассказала исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Тамара Казбекова. Планируется дачная амнистия. Она рассмотрена Госдумой в третьем чтении. Называется «Дачная амнистия 2.0». Ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра, направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах регализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке. Но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Житель Карачаева Черкесии и его сожительница, работавшая курьерами у аферистов, задержаны полицией. Ранее в полицию Черкеска поступило сообщение, что злоумышленники обманом похитили у пенсионерки 950 тысяч рублей. На телефон ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что близкий родственник пожилой женщины попал в ДТП. И во избежание наказания необходимы деньги, за которыми приедет курьер. Заявительница выполнила все требования незнакомцы, а лишь позже поняла, что стала жертвой мошенников. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 22-летняя девушка и 28-летний молодой человек из Ульджигуты. Похищенные деньги они дистанционно отправляли к куратору, оставляя себе долю в 5%. Общая сумма похищенных денег составила более миллиона рублей. Информацию комментирует заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии Эмир Балатов. В подобных звонках первое, что очень необходимо вам сделать, это не поддаваться панике, которую навязывают вам звонившие. Если вам вдруг поступил аналогичный звонок, пригодите данный разговор, перезвоните своему родственнику, установите все обстоятельства, действительно ли он попал в беду. Если вы не дозваниваете, сиди телефон выключен, родственника, которому вам представится, свяжитесь со своими членами семьи, чтобы также установить все обстоятельства. Позвоните в больницу, уточните информацию о том, есть ли среди пациентов ваш родственник. Также свяжитесь со своими участковыми и передайте всю информацию, которую вам сообщил машине. В Карачаево-Черкесии за последние полгода выросло число дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим инспекторы ГИБДД провели для водителей республиканской столицы рейт-лекцию, в ходе которой напомнили о важности соблюдения правил. Об этом рассказал заместитель командира отдельной роты ДПС ГИБДД по городу Черкесску Ибраим Токов. Работа госавтоинспекции откладывает некоторый отпечаток на жизни каждого сотрудника. Сталкиваясь с такими дорожными ситуациями, которые мы видим на сегодняшних наших дорогах, конечно, хочется предупредить каждого того, кого ты знаешь, своего близкого, о том, что происходит. Такие ситуации приводим. Лично я привожу примеры, рассказываю о тех ситуациях, которых я увидел, для того, чтобы, когда сам видишь эту ситуацию, сам задумываешься, стоит ли так или иначе поступить. В Карачаево-Черкесии обсудили внедрение маршрутов общественного транспорта в систему Яндекс.Транспорт. Создать единое транспортное пространство, сделать перевозки безопаснее, улучшить доступность транспорта для пассажиров – это главная задача транспортной стратегии Карачаева-Черкесии. Региональный Минпром совместно с Центром управления регионом Карачаева-Черкесии и Мэрии Черкеска обсудили целесообразность внедрения маршрутов общественного транспорта в систему Яндекс.Транспорт. По словам исполняющего обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Рустама Иркенова, важным компонентом цифровой платформы является мобильное приложение. Оно даёт возможность отслеживать движение транспорта по городу в реальном времени, планировать маршрут с учётом пересадок и оплачивать поездку удобным способом. В Карачаево-Черкесии волонтёры в рамках заповедной школы Русского географического общества помогут исследовать Тибердинский национальный парк. Программа школы включает помощь сотрудникам в благоустройстве территории, наблюдение за краснокнижными животными, проведение фото- и видеосъёмки, исследование заповедных территорий во время полевых выходов. Участниками школы станут представители общественных организаций, медиа-специалисты, руководители, участники молодёжных клубов Русского географического общества в возрасте от 18 до 35 лет. Проект включает физическое, интеллектуальное, научное, медиа-волонтёрство и помогает особо охраняемым природным территориям решить приоритетные задачи в сфере экологического просвещения как среди молодёжи, так и среди взрослого населения. Крачево-Черкесский филиал «Пау Росгидро» провёл первую в этом году благотворительную экологическую акцию «Оберегай» у посёлка Архыс. Мероприятие состоялось при поддержке Республиканского центра дополнительного образования детей. Софийская поляна была выбрана местом проведения акции «Оберегай» не случайно. Несмотря на наличие мусорных контейнеров у палаточных городков, волонтёрам и экоактивистам приходится довольно часто убирать эту поляну. Около 80 детей из палаточного лагеря «Юный турист» при поддержке «Росгидро» очистили от мусора любимое многими место отдыха. Для проведения уборки учащихся центра обеспечили хозяйственными перчатками, мешками для мусора, а также фирменной экипировкой с символикой акции. Мероприятие прошло в формате соревнования. Волонтёры разделились на команды по пять человек и за несколько часов собрали около 90 килограммов мусора. С 15 по 19 августа в Национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой в Черкесске пройдёт творческая лаборатория Школы культурного форума регионов России. К участию приглашаются сотрудники и руководители негосударственных организаций в сфере культуры в Карачаево-Черкесии. В рамках мероприятия запланировано обучение по двум направлениям – основы социокультурного проектирования и основы управления в некоммерческом секторе в культуре. Также 18 августа состоится стратегическая сессия, на которой будет разработана дорожная карта, включающая комплекс мер по развитию негосударственного сектора в культуре республики. Предварительная регистрация участников по телефону 8-918-717-30-58. Команда «Профессионал» Центра дополнительного образования детей Урупского муниципального района представила Карачаево-Черкесию на межрегиональных соревнованиях Школы безопасности, где заняла почетное третье место. Соревнования проходили в Дагестане на базе детского оздоровительного образовательного центра «Солнечный берег». Участие в соревнованиях приняли команды из семи субъектов Северокавказского федерального округа. Команда «Профессионал» из Карачаева-Черкесии в старшей возрастной группе заняла первое место в соревнованиях по виду маршрут выживания, третье место по виду комбинированное силовое упражнение и третье место по виду полоса препятствий. Впервые в курортном поселке Архыс в Карачаево-Черкесии состоялись соревнования по мото- и велоспорту, предполагающие агрессивные стили езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах. Показать свое мастерство и точность хода приехали. 32 участника в четырех возрастных категориях из разных регионов страны. Самый длинный путь представлял собой объединение двух новых природных троп. В номинации «Элита мужчины» победу одержал Иван Кунаев из Саранска. Он установил также абсолютный рекорд по времени гонки. А в номинации «Элита женщины» выиграла Анна Скумбина из города Пермь. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы 15-18 метров в секунду, температура воздуха плюс 26, плюс 31 градус. В горах местами до 21 градуса выше нуля. В Черкесске переменная облачность без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 31 градус. Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Это были главные новости Карачаева-Черкесии. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вы слушали Радио России. Карачаева-Черкесия.